Возбудитель болезни Цветочный ожог камелий, цеборина камелия поражает цветы и бутоны камелий. В основном поражаются камелия японская, сосанква или эвгенольная, и японская под вид деревенская. Возможно, восприимчивы все сорта и гибриды камелий. Цветочный ожог камелий встречается в посадках камелии в Японии, Новой Зеландии, некоторых странах Европы, юго-восточных и юго-западных штатах США. Цветочный ожог камелий – одно из самых вредоносных заболеваний, который наносит серьезный экономический ущерб камелиям в Северной Америке, Японии и Новой Зеландии. Поскольку патоген поражает бутоны и цветы, вредоносность связана прежде всего с потерей декоративных качеств. Причем растения поражаются не только в открытом, но и в закрытом грунте. Также возбудитель угрожает срезанным цветам. Первым симптомом цветочного ожога камелий является потемнение желок лепестков. Вскоре появляются коричневые пятна, которые распространяются по всему цветку, пока он не станет коричневым или не опадет. Диагностическим признаком является белое до беловато-серого цвета кольцо войлочного мицелия вокруг основания цветка. При поражении циборина камелия потеря цветов и бутонов может достигать от 43 до 84%, а у 40-летних камелий потери достигали 93%. Жизненный цикл возбудителя начинается с прорастания склероции. Склероции сохраняются в почве или на ее поверхности под растительными остатками. Склероции остаются в состоянии покоя в течение лета и осени. Однако с конца января начинается активное образование апотеции. На одном склероции может образоваться до 12 апотеции. Из апотеции высвобождаются аскоспоры, которые потоками ветра приносятся к цветам и бутонам и поражают их. Аскоспоры являются единственным источником инфекции. Склероция образуется после заражения через 12-15 дней и опадает вместе с пораженными цветами или бутонами. На этом жизненный цикл возбудителя заканчивается. В стадии развития патогена присутствует бесполовая стадия, однако конидии не несут никакого инфекционного начала и необходимы для образования половой стадии. Минимальная температура для развития возбудителя 8-10 градусов. Поражение растений происходит при 22-24 градусах. При достижении температуры свыше 24 градусов развитие возбудителя прекращается. Методы диагностики возбудителя болезни «Цветочный ожог камелий» включают визуальный осмотр, метод влажной камеры, метод выделения на питательную среду, микроскопирование и морфометрирование. В настоящее время не существует эффективного метода борьбы с цветочным ожогом камелий. Однако может быть использован ряд мер, которые дают частичный контроль над болезнью. К ним относятся уничтожение зараженных цветов, мульчирование почвы под камелиями, опрыскивание поверхности почвы фунгицидами для уменьшения образования аскоспор, опрыскивание фунгицидами открытых цветов, такими как триадимифон.